всем приветики с вами владимир вольский и неожиданно мы попали вместе с муслимом и анной в вьетнамскую кафешку попали она находится на новом рынке соответственно и во вьетнамской кафешке на удивление все по 110 смотрите по 110 гривен можно заказать жареный рис с курицей и от им как называется свинины жареный рис с курицей и свининой ну вот еще в комплекте ко всему этому идет вот такая штука мы с ним что это да острый соус неплохой кстати нормально после этого точно а вот а вот это что это сейчас попробуем за морковка какая-то она кислая кислая морковь с уксусом вот типа как закуски она кушает лапшу с курицей и здесь походу еще омлет вот смотрите омлетик есть вот такой вот и это что салат здесь вот смотрите и вот эта курица это скорее всего как он называется филе бедра получается с косточкой то есть очень ароматное мясо курицы пожалуй сам аромат на это филе бедра и у меня получается суп фобо тоже по 110 как вы уже поняли вот идет что это нарезанная тонкими слайсами что-то свинина да получается или говядинчика забыли мы короче сейчас попробуем вермишель похоже на говядину и вот вот это вот лучок 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 порции просто гигантские посмотрите 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 какая порция вот ладонь это как две ладони получается ну соответственно и стоит такая штука 110 гривен дегустация сначала по хлебочку прикольно такое немножко жирочек вот это плавает очень нежные значит тонюсеньких слайсов мясо по жилистости это глядина но но по текстуре получается и прикольно сам идет этого лука на маленький лучок он только дает интересный аромат а макароны тоже получается ложкой кушать супа непонятно как так как кушать макароны супа что-то я не не умею видимо его кушать макарошки тоже какие-то вьетнамские так что в принципе вкусно я думаю что вот этим можно наезд и еще мы даже на двоих поделить вот на запивание компот по 15 гривен но кому она не брали по что находится заведение на стараконом рынке что это у нас тут да по был вот эту вот штуку тоже муслим сыпет достаточно острова не сильно но достаточно если многое съесть будет сильно остров хотя по-быстрому пока план и отщипну курятину курочка похоже что с карри сделано и вот этот салатик в комплекте идет что это у нас только огурец и перец это обычные с маслом огурец и перец немножко уксуса добавили то маслима для ресец он же перемешал а что это туда в лице еще тут дополнительный вот это вот видишь шкварка или что это не там же и свинина и это все вкусно это свиной фарш такой очень вот пожалуй самая жирная это именно у муслима то что ну вот это вот видите там тот самый лук жареный масло и свиные шкварки все очень вкусно нажались мыслим да не вкусная я такие вот тоже тебя бьетнамских продавец кредками обычно заказываю примерно по этой цене но хороший похоже на этот итак у нас пляжные посиделки соответственно мы на пляже скалы рядышком с этим ну короче с нудистским пляжем рядышком людей очень много и у нас следующий прием пищи это чаепитие кофепитие на этом с кофе с молоком и вот такие вот печеньки совершенно вафельки видите людей как ни странно очень много вечернее время и десятки людей может быть даже больше сотни вот на пляже на таком масенька мне это видно что такое прямо аншлаг вот видите купаются и как раз вечернее время полиция более спокойно себя ведет и не то самое не беспокоит но муслим говорит что днем полиция приходит и может быть даже собак мучает и вводит по пляжу и не дает им воды ну вот правда собаки ни на что не влияет так для количества ну понятно дело что ищут это самое запрещенное вещество вот так одесситы и переживают военное время на пляже ну что же у нас следующая уличная еда в одессе с анной и муслимом решили посетить привоз украинские вот это вот еду на привозе ну вот смотрите такие вот кабачки по 10 гривен тушь а может они не может нет ножика здесь они с чесночком идут вот и с помидорочкой завернуты с майонезиком картошка примерно 40 гривен стоит такая сыром вот и плов с орделькой где-то 45 и в плове еще есть немножко мяса мы с ним примерно то же самое плюс еще а борщ в этом сам борщ и в банке мы покажем борщ в банке снова желаем приятного аппетита но в этой серии вы на несколько раз уже с нами кушали на привозе в общем-то покупка на двоих вот на вот этом вот обошлась вот не стане вот это вот все 109 гривен вот так вот это выглядит 109 но без запивания компот 30 стоит если нужно но компота нет и муслиму 109 но это с борщом и с банкой а ну давай раскрыть муслим почему ты эту картошку любишь ты надо еще попробовать пробуем картошечку ну или как я люблю похоже на жареное домашнее с каким-то мясными тоже штуками похоже вот и мне она прям нравится да я беру а что это у нее белый сырочек какой-то или майонез непонятно как будто она вот с каким-то мясом что-то такое не знаю вкусно а ну давай сказать кабачечек ну ты прямо нож не взяли решен это странновато чуть-чуть типа сыроватый похож на вот типа как на гриле не знаю чеснок есть там похоже что есть майонез попал туда но чуть-чуть как мне конечно люблю более приготовленный такой чуть-чуть под сырая вот так вот попробовал муслим кабачок сейчас сразу я что-то мы нож не взяли здоровенный смотрите какой ну принципе за десяточку нормально майонез но сам кабачок обжаренный на сковородке из панировочке может возможно какой-то не помидорка в принципе вкусно дополняет дополняет а дополняет он картоха картошку нагрели впечатление будто бы где-то вокруг нее мясо плавало где-то ходила то есть какой-то вот мясной привкус у картошки есть но мяса нет и мясо тут тоже местами такая картошка подварено поджаренная для тех у кого зубки в же куповании отлично подойдет мягенькая и планный ресец но ресец пробую ресец от отлично а сардель и сарделью сразу сардель от сардель не восторге самая простая поэтому всем в очередной раз приятного аппетита а мы в следующий раз покажем еще одно место я не думал что прям другие старые прям какие-то машины у них всех идеально ну блин где-то ну а что ты хотел давай раскрасим серый мир чтобы для нас он стал видным наполнен ярких красок ты скажешь мне что я никто я сделаю тебе на зло на все способен